Ну что ж, всем привет! С вами Магонера. И как обещал, в этом уроке я покажу вам, что такое коллизия. Ну, на примере нашей игры, вот что такое коллизия. Я добавил один простой блок, то бишь, вот, видите, я... Боб двигается, и он сталкивается с этим объектом. Также Боб может прыгнуть на него, походить по нему. Видите, он не может пройти сквозь этот объект, потому что обрабатываются столкновения. Ну что ж, давайте сделаем очень важный момент. Во-первых, мы закроем вот это и посмотрим на наш код. Что такое коллизия? Коллизия – это функция, то есть, функция CheckCollisions. Тут у нас есть переменный PlayerBottom, то бишь, низ игрока, PlayerTop, верх игрока, PlayerLeft, лево игрока и PlayerRight, то бишь, право игрока. То бишь, вот, допустим, смотрите, PlayerBottom, почему это PlayerY, PlayerBottom равен PlayerY плюс PlayerWith. Я расширил наши переменные и нашу таблицу Player двумя переменными, With и Height. То бишь, вот, 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 Height равен 40, With равен 40, чтобы было понятней. Соответственно, низ – это PlayerY плюс PlayerWith. Как идет тут расчет координат? Так как идет от левого верхнего угла, можно сказать, то что, соответственно, у наших спрайтов то же самое. То бишь, вот отсюда у нас идет от игрока, потому что здесь у него идет координата XY. Соответственно, PlayerY – это вот точка. А низ – это, соответственно, вот эта часть. И, соответственно, мы добавляем ему ширину, то бишь, вот эту часть. Вот так вот, вот так вот. Вот это и вот это у него ширина. Соответственно, PlayerY – вот эта точка или вот эта точка. Плюс ширина 40 – это его низ. Все логично. PlayerTop – это, соответственно, просто верх. То бишь, вот, yes, то бишь, все, что находится вот на этой координате – это его верх. PlayerLeft – это, соответственно, левая сторона, она тоже по X. По X, в общем, все, что находится вот на этой координате, вот в этом углу или вот в этом углу – это все его левая сторона. Соответственно, правая сторона – это X плюс его высота, то бишь, height, то бишь, 40. То же самое и с нашим блоком. Блок Top – это просто блок Y. Блок Bottom – bottom. Блок Y плюс блок width. Блок Left – это просто блок X. Блок Right. Это блок X плюс блок Height. Соответственно, как происходит обработка столкновений. Я добавил также в нашего персонажа две логические переменные – GoRight и GoLeft. То есть, вот все эти переменные, которые я, на увы, добавил. Они отвечают, если… Они всегда по умолчанию истины, то есть, при инициализации они истины. И в обработке ходьбы персонажа, вот я, к примеру, GoRight. Если GoRight – истина, то бишь, вот GoRight – истина, то мы идем. Соответственно, тут то же самое. И как происходит столкновение? То бишь, если… Обработка столкновений. Если PlayerRight – Ryan Block Left, то бишь, если вот эта вот правая сторона… На вот этой вот левой стороне игрока, видите, вот они равны. Левая, вот эта вот правая сторона игрока, вот эта вот левая блока. То есть, если они равны, то тогда PlayerGoRight равно False. Соответственно, он не может увеличиваться X на 1, потому что GoRight – ложно. То же самое и с GoLeft. Если… Так, вот-вот. Если GoLeft… То есть, если левая сторона игрока равна правой стороне нашего блока, то тогда PlayerGoLeft – ложно. Иначе, соответственно, у нас остается истина. И что же, соответственно, с прыжками? Давайте опять же перезапустим, потому что прыгать назад… Нет такой у нас возможности, пока мы ее не ввели. Поэтому придется перезапускать. Love the Game. Смотрите, вот он прыгнул. Соответственно, что у нас в коде? В коде у нас следующее. Если низ игрока… Низ игрока… Вот он, низ. Равен верху игрока. Вот он, верх нашего блока. Тогда PlayerFall равно ложно. То есть, соответственно, он не будет падать вниз. А вниз у нас падается обработка вот здесь вот. В методе Update. Вот наш метод Update. Соответственно, после этого также он же не может стоять. Он же может стоять только лишь частично на этой стороне. Или частично, или даже вот точно так вот он еще не будет падать. А вот так вот он упадет. Соответственно, если левая сторона игрока, вот эта вот левая сторона будет больше, чем правая сторона, то бишь вот здесь вот, то он должен упасть. Если мы берем вот эту строчку туда, когда наш персонаж так вот прыгнет, и будет просто находиться на этой… Он может стоять даже… Мы можем даже вот здесь вот прыгнуть на эту высоту. И он не будет падать, потому что как бы высота равна. А вот он же должен падать отсюда. Поэтому нам нужно сравнивать стороны. Или, то есть, он может вот так вот переходить. Или он может вот так вот. То есть, он стоит вот здесь, и тут двигаться влево. Соответственно, если правая сторона игрока, вот эта сторона игрока меньше, чем вот эта сторона игрока, то он падает. Вот это суть коллизии. Этот метод достаточно я улучшил, который я… Этот метод я улучшил и взял его с одного сайта, Ship Pollution. Я напишу его в описании. Я его слегка улучшил и модернизировал, добавив вот это. Потому что там была очень, ну, такая, если честно, не очень… Точнее, хорошая, но обработка столкновений не для платформеров. То есть, там было так, что если это какой-нибудь там не платформер, а, допустим, там змейка, вот в таком же стиле. Поэтому зайдите на его сайт, там достаточно неплохие туториалы, но все они на английском. Вот поэтому, видите, вот если правая сторона сейчас будет… Нет, потому что сейчас правая сторона больше, чем левая сторона. Вот сейчас меньше. Вот он упал. Что ж, на этом все. С вами был Магонер. Это был короткий достаточный урок по описанию, что такое коллизия. На шип Палюшин будет еще одно. Но, в общем, суть в том, что коллизия – это обработка столкновений сторон нашего спрайта, то бишь нашего персонажа. Что ж, и на этом все. С вами был Магонер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok